Кыргызстан всерьез взялся за разрешение проблемы спорных приграничных территорий с Таджикистаном. Ведутся не только переговоры на официальном уровне, но и на бытовом. Кыргызские власти предлагают таджикским жителям спорных территорий принять гражданство их страны. Это позволит в будущем заявить право на эти земли, так как населять их будут уже кыргызские подданные. Как сообщает Азади, Кыргызстан предложил гражданам Таджикистана, проживающим в приграничных селениях, облегченный путь получения гражданства. Для получения подданства требуется лишь паспорт и справка с места жительства. Местные жители утверждают, что кыргызская сторона выставила ограничения по времени для получения нового паспорта в облегченном порядке. Те, кто не меняет подданство, лишаются возможности работать на спорных территориях, так как для таджикистанцев нужно получать разрешение, а их де-факто не выдают, тем самым провоцируя на смену гражданства. Многие таджикистанцы восприняли подобную инициативу в штыки, считая, что тем самым Кыргызстан хочет при окончательном разделе территорий получить за счет новых граждан новые территории. Кыргызстан объясняет это скорее желанием помочь таджикистанцам, чтобы те не становились невольными нарушителями границы, когда им приходится работать в Кыргызии. В ближайшее время президент Кыргызстана посетит с официальным визитом Таджикистан. Одной из главных тем обсуждения станет как раз разрешение приграничных споров. Ранее Бишкек и Душанбэ заявляли об активной работе по этой тематике и скором разрешении проблемы. Я думаю в том, чтобы на границах Кыргызстана и Таджикистана царил мир, стабильность и покой. Заинтересованы две стороны, потому что, как вы знаете, сейчас по-прежнему сложно назвать стабильную обстановку в соседнем Афганистане. Там, наоборот, обостряется ситуация именно вблизи южных рубежей СНГ, которые затрагивают границу с Таджикистаном. И Кыргызстан, хоть и не граничит с Афганистаном, но тоже находится на пути этих угроз. Поэтому, возможно, всякое развитие событий к угрозу представляют радикальные силы, которые, собственно говоря, пытаются при поддержке внешнеполитических сил повторить сценарий арабской весны в Центрально-Азиатском регионе. Вот эти все вызовы и угрозы, они как бы влияют на сотрудничество Кыргызстана и Таджикистана в военной сфере, в сфере безопасности своих границ. Естественно, что те проблемы, которые вот в приграничного характера, они еще были актуальны и в советское время. Это не то, что вот прямо за последние несколько лет возникли какие-либо обстоятельства, которые вот повлияли на участившиеся конфликты. Есть еще проблемы, связанные с социально-экономическими обстоятельствами, которые находятся в плоскости еще советских времен. Поэтому я думаю, что сложно, конечно, говорить, что вот два президента встретились и моментально все вопросы решились. Но все-таки я думаю, что какие-либо продвижения в решении приграничных проблем все-таки наверняка будет.